Здравствуйте, меня зовут Дробышевский Станислав Владимирович. Я вам сегодня расскажу о том, как разные части человека сложились вместе в собранного человека и для чего эти части вообще на самом деле были нужны изначально. Многим представляется, что человек это вот как бы собранное такое существо, которого каждая часть нужна для чего-то определенного. На самом деле разные элементы человека, они возникали для самых разных целей и первоначально не для того на самом деле, для чего они используются ныне. Началом является вообще появление жизни и появление первых клеток. В Докембрии, то есть порядка 4 миллиардов, ну от 4 до 3,5 миллиардов лет назад, жизни еще вначале не было, но в первичных условиях Земли, то есть при наличии некоторых элементов, при излучении из космоса, ультрафиолетовом от Солнца, при электрических разрядах грозовых, которые были, вещества эти соединялись между собой и получались аминокислоты, это составные части белков, и так называемые нуклеотиды, составные части РНК. Потом все это слипалось потихонечку вместе, происходило это автоматически. В принципе, такие же примерно процессы могут происходить в самых разных условиях, ну, например, при образовании снежинок. Наверное, прекрасно представляете, что достаточно просто воды и достаточно мороза, чтобы получилась сложная, красивая и такая очень здоровская снежинка. То есть чтобы образовалось что-то сложное, не обязательно, чтобы эти изначальные условия и исходные материалы сами по себе были какие-то сложные. Но, тем не менее, это происходило, и около 4 миллиардов лет назад или чуть поменьше мы имеем в некоторых местах в Гренландии, например, первые следы жизни, а около 3,5 миллиардов лет назад мы имеем отпечатки первых бактерий. Ну, собственно, бактерия — это нуклеиновая кислота, то есть РНК, где записана информация, вокруг нее белки, а вокруг еще оболочка, мембрана и клеточная стенка. Бактерии жили вначале, видимо, поодиночке, потом они образовывали некоторые сообщества, и эти сообщества можно видеть в виде строматолитов. В настоящее время такие строматолиты известны около Западной Австралии в море, где они образуют такие как бы булыжники. На самом деле это камень, поверх которого жут бактерии. Они жут слоями в три слоя, но нижний слой постоянно отмирает, верхний все время нарастает, и в течение многих тысяч лет все это происходит, получаются такие вот слоистые камни. Строматолит, если переводить, это будет слоистый камень на самом деле. Но это как бы эпилог, пролог, вернее, то есть в начале необходимые условия, то есть чтобы что-то развивалось, должно что-то вообще появиться. В протерозои около 2-2,5 миллиардов лет назад произошло новое событие, то есть из вот этих первых бактерий, которые жили в океане, возникли так называемые эукариоты. Эукариоты — это существа, имеющие клеточное ядро, и мы в том числе. В начале вот это клеточное ядро, то есть пузырек внутри клетки нужно для того, чтобы информация, заключающаяся в этом ядре, ДНК или РНК, была в безопасности. Дело в том, что в клетке происходит много всяких разных химических процессов, и многие из этих процессов могут повредить вот эту самую наследственную информацию. Ну, поскольку ДНК — это кислота, если мы имеем здесь какие-то условия щелочные, например, которые несовместимы с существованием кислоты, то у нас нарушится эта молекула, и, соответственно, жизнь прекратится. Но если появляется вот это самое ядро, то есть пузыречек внутри клетки, внутри которой наследственная информация, то снаружи от ядра, но внутри клетки, мы можем проводить много разных химических реакций. А если мы еще внутри сделаем много-много маленьких всяких других пузырьков, можно эти реакции усложнять. И наследственная информация, заключенная в ядре, может сама по себе усложняться, становиться более разнообразной. Это и произошло порядка 2,5 миллиардов лет назад. То есть, да, из этого, кстати говоря, следует, что всю жизнь при желании можно определить, как развитие и взаимодействие пузырьков между собой. То есть у нас клетка – это пузырек, ядро – это пузырек, есть какие-нибудь вакуоли, всякие там лизосомы и так далее, и это на разных уровнях. И человек сам по себе – это тоже в своем роде пузырьки, вложенные в пузырьки и на уровне клеток, и на уровне собранного человека. То есть у нас есть кожа, у нас есть скелет, у нас есть какая-нибудь брюшина, например, и так далее. И в эмбриональном виде, если мы будем смотреть, то же самое. То есть тоже у нас получается вначале пузырек бластула, потом он вминается сам в себя, то есть пузырек в пузырек гаструла, потом нервная система тоже вминается пузырек в пузырек и так далее. Но среди вот этих вот многообразных пузырьков были, например, такие, как митохондрия. Митохондрия – это изначально бактерия, которую другая клетка съела, но более крупная, но при этом не переварила, а включила в свой состав и заставила работать на себя. А митохондрия, вот эти первоначальные бактерии, они обладают способностью вырабатывать АТФ. АТФ – это особая молекула, которая высокоэнергетически ценная, то есть в ней запасено большое количество энергии. То есть, проще говоря, митохондрии работают как энергетические станции и снабжают энергией клетку. То есть, в принципе, можно жить и без митохондрий. И первые бактерии, и первые ядерные организмы, они, собственно, жили, видимо, без митохондрии прекрасно, но с митохондриями веселее. То есть, это намного больше энергии, и можно намного больше делать всяких вещей. Много новой биохимии задействовать, синтезировать какие-то новые вещества и как-то свою жизнь разнообразить. И поэтому в настоящее время у нас в клетках во всех практически есть эти самые митохондрии, ну, кроме каких-то мертвых клеток. И у нас может быть до двух тысяч митохондрий в одной нашей клетке. Ну, больше всего в красной мускулатуре. То есть, когда мы двигаемся, мы расходуем энергию. Это в основном энергия, созданная в митохондриях, то есть в бактериях, которых съели какие-то первоначально одноклеточные существа еще 2,5 миллиарда лет назад для того, чтобы активнее жить. Намного позже, спустя практически 2 миллиарда лет, от 850 до 540 миллионов уже лет назад, в конце так называемого протерозоя и в начале кембрийского периода, произошли существенные изменения на планете. Поскольку до этого в атмосфере Земли кислорода было очень мало. Там много чего было. Был углеводород, сероводород, аммиак, водяные пары, там масса всего прочего, но кислорода не было. Из-за того, что не было кислорода, не было, естественно, и озонового слоя, поэтому было большое излучение снаружи, ультрафиолетовое, и жизни было очень нелегко на самом деле существовать, поэтому жизнь большая часть существовала или в Земле, куда вот эта радиация не доходит, или где-то достаточно на большой глубине. Но если существовать в Земле и на глубине, то тогда туда не светит Солнце, опять же, энергии там немного, и как-то ни шатка, ни валка все это 2 миллиона лет продолжалось. Но вот эти сами существа, которые жили в этой бескислородной атмосфере, они кислород выделяли. То есть так же, как мы кислород используем, а выдыхаем углекислый газ, они делали строго наоборот и получали этим путем энергию. Но они надышали столько этого самого кислорода, что вот около 850 миллионов лет назад они отравили атмосферу планеты кислородом, с их точки зрения отравили, потому что для них это был продукт обмена итоговый, и они сами от этого кислорода умирали. И, собственно, они загрязнили свою среду обитания благополучно и вымерли. Было довольно глобальное вымирание, когда все, ну не все, но огромное количество живых существ, которые жили до этого, в виде бактерий большей части, они благополучно исчезли. А остались только те, которые до этого жили, используя кислород, а тут они оказались в преимуществе, потому что теперь кислорода стало много, они стали им пользоваться, и мы теперь дышим кислородом. То есть мы потомки тех, кто вначале занимал какое-то подчиненное положение вообще во всей биосфере, а потом оказалось, что это как бы здорово, потому что использование кислорода дает энергетическое преимущество. При использовании кислорода процессы обмена интенсифицируются, то есть становится быстрее, и можно намного больше всего синтезировать и намного больше всяких веществ получать. Поэтому можно, например, делать твердые части тела. И наследием этого у нас, например, являются ногти. Ну не только ногти, на самом деле, много чего еще. Наличием зубов, ногтей, костей и всяких вообще твердых элементов в человеке мы должны быть благодарны вот этим самым существам, которые надышали когда-то нам кислородную атмосферу почти миллиард лет назад. Но еще чуть попозже, порядка 540 миллионов лет назад, уже существа с твердым скелетом, ну такие маленькие, совсем там порядка миллиметра размером, что-то вроде такого вот рачка, они научились очень здорово фильтровать воду. То есть у них были всякие там ножки и усики, они фильтровали маленькие частички, которые плавали в воде, и воду таким образом чистили. Из-за этого вода стала более прозрачной, солнечные лучи стали проникать глубже, и в глубоких слоях появились водоросли. Эти самые водоросли стали выделять кислород уже в глубоких слоях воды, обогащать это дело кислородом, и, соответственно, животные с активным обменом смогли строить твердые части тела и на глубине в том числе. И в ископаемом виде мы фиксируем появление большого количества всяких замечательных существ с твердыми покровами. Может быть, вы знаете, трилобитов, например, самое известное, но не только трилобиты, появились ракообразные, там и всякие-всякие прочие другие. И в палеонтологическое летоси это известно как кембрийский взрыв. То есть до этого момента у нас есть находки чего-то такого мягкотелого в духе медуз, а после 540 миллионов лет назад появляется огромное количество существ с твердыми покровами и достаточно крупных. То есть если у нас есть снаружи или внутри что-то твердое, можно увеличиться в размерах. И вот эти первоначально маленькие существа стали увеличиваться. То есть, опять же, это нам дало, в частности, наш размер. Около 530 миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, появляются существа хордовые. Мы тоже являемся хордовыми существами, и известные вам рептилии, птицы, рыбы, это все хордовые. А, например, насекомые, ракообразные и так далее, они не хордовые. Хорда — это, собственно, такой стержень, который идет внутри тела. И у самого примитивного хордового существа, у ланцетника, изныне живущего, которые здесь изображены, он составляет опору тела. Собственно, первоначально хорда нужна была только для того, чтобы тело было не мягкое, как у червячка, а чтобы оно было более-менее такое плотное, чтобы можно было втыкаться в грунт. И ланцетники, они втыкаются задней частью в грунт, передняя часть у них торчит наружу, здесь у них такие щупальца, и они фильтруют воду. Причем такая система, она каких-то, опять же, супербольших преимуществ поначалу не давала, потому что, ну, как бы, да, прочно изнутри, а снаружи-то мягкое тело, и кто-то может съесть. Но в итоге именно такая система, развиваясь, вот у первых хордовых, дала появление скелета, и теперь у нас есть скелет. Но в то время еще скелета не было. И более того, у нас хорда образуется у эмбриона, но потом она исчезает, на самом деле, и хотя мы в эмбриональном виде хорду имеем, в последующем поверх этой хорды образуется скелет, ну, непосредственно позвоночник. И теперь у нас вот есть скелет, но здесь еще скелета не было, была только хорда. Кроме хорды, у вот этих вот первых хордовых животных было такое достижение, как трубчатая нервная система. Нервная система бывает в разных видах устроена. У беспозвоночных животных она обычно ганглиозная. Ганглии — это кучка нервных клеток, сложных вместе. Ну, просто такая кучка нервных клеток. Но если это такой шарик из нервных клеток, то питание может идти только снаружи. И когда мы этот шарик увеличиваем в размерах, то глубокие части этого ганглия, этого шарика нервного, они питание перестают получать. Поэтому мы не можем увеличивать его до больших размеров. Эту проблему можно решить, если мы этих ганглиев, этих шариков сделаем много, и в червяке, например, вытянем это дело в длину. Есть современные черви многощетинковые, например, морские, которые 60 метров длины. И понятно, что там какие-то сотни этих шлейников, ну или какие-нибудь многоножки есть вот такого размера, но каждый этот шарик, каждый этот ганг от других ничем не отличается. То есть мы в размере-то это дело можем увеличивать, сколько влезет, в принципе, но сложности от этого не добавятся. А у первых хордовых животных возникла трубчатая нервная система. Трубчатая, она организована в виде трубки, и, соответственно, питание идет как снаружи, так и изнутри, из полости вот этой трубки. И у нас теперь тоже трубчатая нервная система, мы тоже хордовые, и наш мозг – это не просто вот такой большой мозг, как мы снаружи его видим, а это вообще-то пузырь на самом деле. И спинной мозг – это трубка с полостью внутри, И питание идет как снаружи, так и изнутри. И за счет того, что питание идет и оттуда, и оттуда, можно размер, складывая все это еще к тому же складками, извилинами, увеличивать, в принципе, сколько влезет. У человека не самый большой мозг, у нас где-то полтора килограмма, даже меньше в среднем, а у кита, например, 4 килограмма, 6 килограмм, может быть, у слона 4 килограмма. То есть вот эта трубчатая нервная система у первых хордовых какого-то великого преимущества им не давала на самом деле в тот момент. И у ланцетника, и вот у этих существ, у них головного мозга как такового, в общем-то, не было. Благодаря трубочка нервная и все. Но теперь у нас есть мозги. То есть те задачи у них были свои, у нас немножко свои. Где-то 470-480 миллионов лет назад, в ордовикском периоде, появляется первый скелет и первые зубы. Скелет первоначально формировался вокруг той самой хорды в виде просто хрящевой такой, хрящевого стержня, даже не особо подразделенного на части. То есть у нас есть позвоночник из отдельных позвонков, а там такая была просто штырь, по сути дела, вставленная в спину. Ну и черепа как такового не было, конечностей никаких не было. Ну вот одна из первейших рыб, арандаспис, например. Зато появились зубы. Зубы могут быть по-разному на самом деле устроены. Но вот это вот зубы-миноги, современного такого примитивного существа, у которого тоже есть, ну как бы скелет в виде такого хрящевого тоже штыря внутри, ну гибкого при этом. А зубы такие более-менее плотные. Челюстей здесь еще нету. И скелет это просто вот это стержень внутри. Ну такая система дает подвижность. То есть если у нас есть опора внутри и мускулатура снаружи, можно изгибаясь куда-то плыть. Но не дает защиты на самом деле. Поэтому главными хищниками этого времени были, например, вот такие головоногие моллюски. Наутилоиды, у которых огромная раковина снаружи. И некоторые такие моллюски, они трех метров длины и так далее. А вот эти рыбки, они были вот такие буквально, если не меньше. И вот это наличие скелета и зубов первым позвоночным животным каких-то больших плюсов, в общем, строго говоря, не давало. Но поскольку защищаться от хищников им тоже хотелось, у них появилась чешуя. Чешуя дает подвижность. А спереди на голове возникал панцирь. Головной щит сверху-снизу, как правило. Ну иногда там посложнее устроенный. Но при этом опять же без челюстей. И, в принципе, вот на этом моменте эволюция могла пойти и по-другому. То есть она пошла по тому пути, что панцирь в конце концов исчез, а позвоночник усложнился и появился скелет такой более-менее современный. А могло пойти и по-другому. Мог наружный панцирь усилиться и стать совсем таким уж сплошным, а внутренний исчезнуть за ненадобностью. Как оно, собственно, произошло у без позвоночных? Ну, наверное, представляете, какой-нибудь рак, или там, не знаю, насекомок, какой-нибудь жук. У него снаружи есть хитиновый покров, а внутри он, в общем, мягкий. Это дает преимущество в том смысле, что хорошую защиту. Но вот такой наружный скелет, он проигрывает при увеличении размеров, потому что если мы наружный скелет увеличим, увеличим, он становится просто очень тяжелым. А если у нас внутренний скелет, когда мы его увеличиваем, он не такой тяжелый получается на самом деле. То есть защита хуже, а размеры можно увеличивать. В тот момент оно решалось наличием этого и другого. В последующем у нас остается внутренний скелет, исчез совершенно наружный. Те, у кого остался наружный, моллюски, насекомые, ракообразные и прочее, они так и остались, кем были. Поэтому, собственно, не то, что у них эволюция остановилась, она по-своему там шла и идет до сих пор, но в размерном смысле они проиграли. Но в ордовике это было еще не совсем так. В начале Силурского периода, порядка 440 миллионов лет назад, появляется новое достижение в виде конечностей и челюстей. Первые конечности, они, собственно, не были еще конечностями, а были просто плавниковыми складками. Просто сбоку были такие складочки, которыми можно как-то там изгибать их и плыть направлять. И чтобы не перекувыркиваться кверх ногами, как-то вот как рули такие высоты и направления, они работают. Ну, эти складочки можно разделить, получится, скажем, спиной плавник, хвостовой плавник. Ну и в последующем эти складочки разделялись в длину и получались в том числе парные плавники. Замечательно, что у первых рыб, у которых возникали вообще какие-то плавники парные, пар могло быть разное количество. То есть у нас сейчас есть две руки, две ноги, две пары конечностей. Но у первых рыб это число могло быть и другим. У них могло быть три пары плавников, четыре, десять пар, в принципе, сколько влезет. И какого-то глубокого смысла в количестве, в общем, строго говоря, нет. Потому что, допустим, у беспозвоночных животных, у насекомых шесть ног, у паукообразных восемь ног, у раков, может быть, и десять ног, там могут десятиногих раков, допустим. И то, что у нас теперь две руки, две ноги, это некая случайность. То есть те, у кого было две пары, они по другим причинам в эволюционной гонке победили, а могли победить, в принципе, и другие, если бы по другим признакам они оказались более успешными. И тогда у нас было бы не две руки, две ноги, а, скажем, четыре ноги и две руки. Было бы что-то в духе таких кентавров, и, может быть, эволюция пошла бы совсем по-другому. Ну, потому что у нас бы тогда не было, например, таких проблем, как там проблем с поясницей, какой-нибудь плоскостопии и так далее. Ну, потому что на четырех ногах удобнее стоять, руками шеи лить. А, может быть, десять получилось бы конечности, там что-то в духе многоножек. То есть потенциально это возникнуть могло. Но как-то вот так получилось, что выиграли те, у кого только две пары. Кроме этого, появляются челюсти. Первоначально челюстей не было, но были жабры на самом деле. Из жаберных дуг, просто такие хрящевые загогулинки, которые удерживают жабры более-менее в таком едином положении, возникли спереди челюсти. Потому что если у нас рот просто в виде дырки с зубами вокруг, как у миноги на предыдущем слайде, это как бы по-своему здорово, но если добыча чуть-чуть покрупнее, она будет вырываться, и удержать ее так невозможно таким ртом без челюстей. И, соответственно, у нас первая жаберная дуга. Из верхней половинки получается верхняя челюсть, из нижней половинки нижняя челюсть. А из других жаберных дуг появляется много всего другого. Например, подъязычная кость. Подъязычная кость у нас сейчас держит гортань, а хрящи гортани тоже образуются из жаберных дуг изначально. И теперь мы этой гортани уговорим, подъязычной костью и хрящами гортани. В то время, 440 миллионов лет назад, понятно, о никакой речи речи не шло, никто там не говорил, но задачи были другие. Появляется у нас трахея из этих жаберных дуг, то есть трубка, через которую мы дышим. А в то время они дышали вообще через жабры. У них не было ни трахеи, ни легких, ничего такого. И в наследство от этой стадии нам достались некоторые интересные вещи. Например, жаберные щели, они в общем и целом, конечно, у нас исчезли, но, во-первых, иногда бывает так, что ребенок рождается и у взрослого человека сохраняются жаберные отверстия в шее, потому что у эмбриона, у человеческого, жаберные отверстия по полной программе развиваются. То есть там есть жабры, но они такие нерабочие, понятно, он эмбрион, но тем не менее отверстия в шее. И у взрослого человека они могут сохраниться, это называется атовизм, и можно прям просунуть палец в глотку себе. Ну, как бы это не надо делать, конечно, если оно такое есть, но можно потенциально. А в нормальной ситуации, без всяких атовизмов, жаберная щель сохраняется в виде так называемой евстахиевой трубы. Евстахиева труба — это маленькая трубочка, которая соединяет у нас глотку, носоглотку конкретно, и среднее ухо. Среднее ухо находится сразу за барабанной перепонкой, вот, собственно, в ухе. Эта система у нас сейчас нужна для выравнивания давления. Если, скажем, человек садится в самолет, самолет взлетает, то давление падает вокруг, то есть самолет поднимается, там толщина атмосферы меньше, давление падает, а внутри человека давление по-прежнему большое. И наша барабанная перепонка вот этим внутренним давлением выдавливается наружу. Снаружи давление маленькое, внутри большое. Перепонка выдавливается, напрягается, и шевелиться уже не может. Соответственно, звук пропал, уши заложило. Равным образом, когда садится самолет, наоборот, снаружи давление растет, воздух становится больше, внутри оно маленькое все еще, барабанная перепонка внутрь будет прожиматься, и опять же уши заложило. Но чтобы уши разложило, достаточно в этот момент открыть пошире рот. И тогда через вот эту самую евстахиевую трубу, через рот, через глотку, и через евстахиевую трубу, воздух проходит в среднее ухо, изнутри барабанной перепонки, давление изнутри и снаружи от барабанной перепонки выравнивается, она встает по вертикальному положению и, собственно, начинает работать как надо. Поэтому, если вы взлетаете или садитесь на самолете, то по-хорошему, чтобы не закладывало уши, достаточно сидеть с открытым ртом. Но поскольку это будет выглядеть немножко странно, когда самолет летит, и все сидят с разинутым ртом, то для эстетики дают всем леденцы, их дают не просто так, чтобы вкусные конфетки были, а чтобы люди сосали эти самые леденцы, сглатывали слюну, и вот это самое давление через эту трубу выравнивалось, потому что сглатываем мы через ту же самую глотку, ведь на самом деле, и тогда уши не закладывает. Другим следствием существования жабры у наших предков является зевота, например. То есть что такое зевота? Когда человек какой-то такой уже уставший, вялый, или очень рано, или очень поздно, у него межреберная мускулатура дыхательная, она такая ослабленная, в пониженном тонусе, работает кое-как, и в крови накапливается углекислый газ, а кислорода мало, ну потому что мы меньше дышим. Мозг регистрирует накопление углекислого газа, и соображая, значит, накопился углекислый газ, значит, что произошло? Засорились жабры, потому что, ну, что, очевидно же, да, засорились жабры, каким-то, видать, песком забились. Что надо сделать, если засорились жабры? Надо развернуть пасть, и током воды, который как бы в теории есть, да, эти жабры самые промыть, и мы разеваем рот, собственно, да. У нас, конечно, воды нету, и жабр уже нет, но грудная клетка, тем не менее, начинает работать, кровь насыщается кислородом, мы делаем вдох чуть побольше, и мозг соображает, жабры промылись, все сработало, как бы, все как надо. И зевота – это следствие того, что у предков были те самые жабры, хотя у нас уже жабр нет, и дышим мы вообще другим местом, но работает все то же самое. Около 415 миллионов лет назад появляется новое достижение, легкие. Легкие появились, на самом деле, не просто так, есть несколько версий, почему они могли возникнуть, но, скорее всего, они возникли из какого-то аналога плавательного пузыря. Значит, у рыб есть такая проблема, что надо вверх-вниз подниматься и опускаться в воде. И это можно по-разному достигать. Допустим, акула, у нее нет плавательного пузыря. Она, чтобы подняться в воде или опуститься, имеет широкие такие плавники, сверху спиной плавник, сзади хвостовой плавник, то есть такие рули, как у самолета. И чтобы ей подняться или опуститься, ей надо долгое время проплыть по горизонтали, ну, как и самолет, собственно. Поэтому, когда акула, например, на кого-то нападает, она плавает суживающимися кругами. Это не чтобы нервы потрепать, страху навести, а потому что она иначе не может подняться вверх вертикально, она не может так сделать, у нее плавучесть никакая. И можно, конечно, уплыть вдаль и вернуться, но тогда не факт, что что-то найдется уже на этом месте. Поэтому она крутится кругами, чтобы все время добычу видеть. Но более продвинутые рыбы, костные, они изобрели плавательный пузырь, то есть вырост глотки, куда через кровеносную систему можно добавить кислорода, и тогда мы будем всплывать, а можно через эту же кровеносную систему, ну, капилляры кровеносных сосудов в стенках этого выроста, убирают этот кислород из плавательного пузыря, и мы его выдыхаем через жабры, и тогда вес становится как бы больше, да, удельный, мы погружаемся вниз. И костные рыбы изобрели вот этот самый плавательный пузырь, но если уж у нас есть система, которая хорошо у нас кислород выводит и вводит в кровеносную систему, то можно использовать это дело для того, чтобы этот самый кислород просто из атмосферы, в котором дышать. И у тех рыб, которые жили в каких-то неглубоких водоемах, хорошо прогреваемых, еще, видимо, к тому же, если большая температура воды, там кислород хуже растворяется, ну, банально, если вы возьмете газировку, да, и нагреете, оттуда пузыри пойдут. Вот, то же самое, по сути, своей. То есть в теплой воде растворение газов хуже идет, и кислорода там меньше, надо где-то этот кислород брать. Вот, ну, соответственно, вот этим плавательным пузырем можно вполне себе дышать и сделать из него легкие. Но плавательный пузырь – это вырост, получается, глотки, но можно с разных сторон его сделать. У большинства современных рыб, у кого есть плавательный пузырь, это верхний вырост глотки. А у нас и у первых кистеперых, двоекодышащих рыб, это нижний вырост глотки. Но вот то, что он нижний, создает проблемы на самом деле, потому что это же вырост глотки, а глотка – это и пищеварительная система тоже. А когда рыба заглатывает воздух, она может, конечно, хватать это ртом, но шеи-то у неё нет, и голову поднять она так не может, прям вертикально, а тем более, если водоём мелкий, тогда хорошо бы у нас сделать какие-то дырочки сверху. У рыб уже есть ноздри, но носовая полость у них с глоткой никак не соединена. То есть у них нос только для того, чтобы нюхать, он не для того, чтобы дышать, само собой. А вот в этих условиях у нас носовая полость соединяется с глоткой, и можно наружу высунуть только ноздри и вдыхать, но ноздри находятся сверху, рот – снизу, а дальше у нас пищеварительная система идёт сверху, а лёгкие, новопоявленные такие, новоприобретённые, они снизу. Получается перекрёст дыхательной и пищеварительной системы. Поэтому мы можем подавиться. То есть если мы попытаемся одновременно и дышать, и есть, то воздух у нас должен идти так, а еда должна идти вот так. И где-то еда может попасть не в то место. Вот если бы мы возникли из тех рыб, у которых плавательный пузырь был верхним выростом глотки, тогда бы мы не давились. Тогда бы у нас еда шла понизу, воздух шёл бы поверху, всё было бы здорово. Но нам как бы не очень повезло. Второй раз нам не повезло, когда у нас появилась речь, и вся наша говорительная система, вот эта гортань, она опустилась очень далеко вниз, чтобы быть подвижной. У всех животных она находится наверху и смыкается с мягким нёбом. Ну, с нёбом. И, соответственно, все животные, собаки, например, они либо дышат, либо едят. Одно из двух. И они подавиться в принципе не могут. У них пища толкает над гортанник, мягкое нёбо, которое закрывает вход в дыхательную систему, когда они глотают. Они подавиться не могут. А мы, чтобы говорить, опустили себе гортань, ну, сильно позже, конечно, не в это время, но теперь можем подавиться. То есть человеку не повезло фактически дважды. Но, тем не менее, как бы вот как получилось. В конце Диланского периода, где-то 370 миллионов лет назад, появляются конечности. Конечности такие, руки-ноги в смысле, появились из плавников. Я уже говорил, что плавников было у некоторых рыб и больше, чем 4 парных. Могло бы быть и другое количество. Но некоторые из этих рыб жили, опять же, в мелких водоёмах с большим количеством всяких наваленных растений и так далее. И там они не столько плавали, сколько ползали, на самом деле, по дну. И у многих современных рыб, кстати говоря, тоже, которые ползают по дну, плавники превращаются в подобие таких ног. И первоначально ноги нужны были, собственно, не чтобы по земле ходить, а чтобы по дну ходить. Но, тем не менее, они видоизменялись. И вот ископаемые всякие существа есть. И появились конечности уже такого более-менее современного типа. Но, как видите, у первых существ с пальцами количество пальцев было не как у нас. Ну, если вы посчитаете, тут не 5 получается. И то, что в итоге у современных наземных существ 5 пальцев, это, опять же, в некотором роде случайность. На сушу выходили рыбы не один раз, как минимум 3 раза точно. А на самом деле, скорее всего, намного раз, намного больше. То есть много раз выходили. И вот та линия, у которых было 5 пальцев, да, вот она в итоге победила. Но не потому, что было 5 пальцев, а каким-то другим причинам. То есть у нас могло бы быть и 6, и 7, и 8. И там сколько влезет, в принципе. Ну, можно было бы клавиатуру на компьютере сложнее сделать, но получилось 5. Но у нас наши руки-ноги, они довольно примитивны в этом смысле. То есть то, что у нас на руке 5 пальцев, вообще строение кисти, у нас очень примитивное. То есть даже у лягушки и у, скажем, крысы рука устроена продвинутее, чем у нас на самом деле. Если сравнивать нас с какой-нибудь там акантостегой, хотя, казалось бы, лягушка примитивнее человека, но по строению передней конечности сложнее. У нее по-другому устроено. И у человека вот это примитивное строение, на удивление, сохранилось до сих пор. Около 340 и меньше миллионов лет назад появляется новое достижение. Значит, проблемой вот этих первых амфибий было то, что они же жили в воде и икру откладывали в воду, а икра может высохнуть. Вот. И головастик, он должен жить в воде. Головастик, это по сути дела рыба, причем такая примитивная, бесчелюстная. То есть тоже, если он высыхает, он гибнет. И надо было что-то с этим сделать, потому что, ну, хотелось жить и подальше от воды, потому что там к этому времени было много всяких животных, уже насекомых, которых можно есть. И появляется такая зародышевая оболочка, как амнион. Амнион — это пузырь вокруг зародыша, внутри амниотическая жидкость, то есть это, по сути дела, такой индивидуальный бассейн, в котором живет эмбрион. И наш эмбрион — это, по сути, все тот же самый головастик, у него тоже есть жабры, он все так же живет, только единственное, он не свободно плавает где-то во внешней среде, он плавает вот в этом амниотическом пузырьке. Поповины он соединен у нас с матерью, если это птица, например, то с желтком, получает питание из желтка. И если это яйцо откладывается наружу, можно сделать скорлупу, если это в организме матери, то можно сделать, скажем, какие-то внешние еще оболочки, ну и, собственно, мать сама этой оболочкой является. Но это дает защиту от высыхания и дает возможность жить вне воды на всех возможных уровнях, то есть и на зародышевой стадии, и на взрослой стадии, на какой угодно. И с помощью вот этого амниона, ну и других, естественно, приспособлений тоже, стало возможно заселять всяческие безводные пространства. В фермском периоде от 300 до 250 миллионов лет назад на основе вот этих первых рептилий возникли в том числе зверообразные рептилии. Зверообразные рептилии это, в общем, вполне себе рептилии, но они приобрели некоторые прогрессивные свойства, например, у них усложнился мозг, у них стало более сложное обоняние, морда так вытянулась довольно существенно, поведение, естественно, стало сложнее, появились вибрисы, ну вот то, что у кошек усы, представляете, все стороны торчат, это вибрисы, человек их потом потерял, то есть мы потеряли это дело, но, во-первых, оно было, и чуть попозже появляется шерсть. Есть отпечатки, например, по которым можно это определить. И наследием этой стадии пермского периода является наша шерсть, наши волосы, ну, мы в последующем это, опять же, растеряли в значительной степени, у нас как бы немного этого осталось, но тем не менее. Но существенно, что вот эти все великие достижения, и да, еще сложная зубная система с классами зубов, то есть у ящерицы, может, представляете, у них зубы все одинаковые, а у нас есть рециклы, кипри, маляры, маляры с разным назначением. Вот, но все вот эти вот преимущества, они как бы были преимуществами, но конечности оставались примитивными. Там, ну, передние еще там куда ни шло как бы продвинутые были, а задние совсем были примитивные. И поэтому это сводило на нет света достижения. И другие рептилии, которые в этом время существовали, они тоже по-своему развивались, поэтому зверообразные рептилии в пермском периоде были весьма разнообразные и замечательные, но гонку другим животным проиграли. В Триасовом периоде, порядка 225 миллионов лет назад, появляются первые млекопитающие, вот это отдел Базилеус, первое известное млекопитающее, из всех какие есть. Млекопитающие все вот эти свойства зверообразных рептилий развили, и в частности усовершенствовали себе мозг, появляется конечный мозг с так называемой новой корой, которой мы думаем. Первоначально эта новая кора нужна была, чтобы нюхать на самом деле. Но мы теперь ей думаем. И первоначальное назначение вот этой новой коры, оно совсем не то, что у нас. Но поскольку на планете было тепло, то такие усовершенствования, как, допустим, теплокровность, высокий обмен веществ и так далее, они опять же больших преимуществ на тот момент не давали. И динозавры, которые появляются более-менее синхронно примерно в то же самое время, но чуть-чуть пораньше, они эволюционную гонку выиграли, и следующие 180 миллионов лет они доминировали на планете, то есть преобладали. А млекопитающие занимали нишу таких маленьких существ типа крысы, которые где-то в лесной постелке жили. 160 миллионов лет назад в юрском периоде появляются первые плацентарные млекопитающие. Первые млекопитающие откладывали яйца, и некоторые современные тоже так делают, например, вот яйца лутконоса. Появляется же вырождение, но, скажем, сумчатые рождают, по сути дела, эмбрион. И этот самый эмбрион, он, конечно, очень уязвим, от любой невзгоды он погибает, и выживаемость потомства у сумчатых, оно, в общем, плохое, поэтому они медленно очень размножаются. А вот около 160 миллионов лет назад вот юра-майя, например, самое древнее плацентарное млекопитающее появляются. Плацентарные млекопитающие, у которых возникает плацента. А плацента – это такой хитрый орган, который сделан одновременно и из матери, и из ребенка. И состоит большей частью из кровеносных сосудов, которые материнские с детскими сплетаются, и ребенок получает питание непосредственно от матери. Поэтому, когда детеныш рождается, он рождается уже таким более-менее оформленным, но все-таки не эмбрионом, и выживаемость резко повышается. Это оказалось великим достижением, но, тем не менее, еще 100 миллионов лет опять же динозавры продолжали доминировать, а млекопитающие примерно в таком же виде и пребывали. В конце мелового периода, около 65 миллионов лет назад, появляются первые приматоподобные существа. Ну вот самый древний предок приматов из известных, Пургаториус, они научились лазить очень здорово по деревьям и прыгать по кончикам веток. И вот это стремление спасаться от опасности на деревьях и на кончиках веток, оно, как вы уже оценили, я думаю, никуда не делось. И у современного человека защитные рефлексы — это не закопаться в землю, не спрятаться в нору или что-то еще такое, а именно запрыгнуть таки на дерево. Хотя, опять же, человек эту способность в значительной степени утерял, и мы прыгаем теперь не так здорово, как это делают обезьяны, и как это, наверное, делали, Пургаториусы. Но, в принципе, изначальная как бы изначальная как бы настройка, что ли, она сохраняется у современного человека. Но вот эта жизнь на верхушках деревьев, она дала нам хорошее зрение, потому что на деревьях лучше зрением пользоваться, чем обонянием, а у всех млекопитающих обоняние — самый главный вид чувств. дала нам хватательную кисть, дала хорошую координацию движений, она у нас, правда, очень хорошая, и сложное поведение, большой мозг, чтобы оценивать вот эти вот качающиеся ветки, куда прыгать, чтобы не упасть с этих веток, ну и как бы способности захвататься за всякие ветки, болтаться, использоваться руками в том числе. Ну, а еще через несколько, ну, через, вернее, десятки миллионов лет и в трудовую деятельность это в том числе вылилось. Но первоначально это надо было, чтобы просто прыгать по деревьям. 25 миллионов лет назад появляются человекообразные уже обезьяны, тут мы пропускаем много-много всего интересного, но появляются первые человекообразные обезьяны, у которых исчезает хвост. И на самом деле это упущенная возможность, потому что хвост в принципе это полезная вещь. Есть многие современные обезьяны, которые хвост используют для того, чтобы, скажем, на нем болтаться на ветках, чтобы брать какие-то предметы им. Это пятая конечность, по сути дела. Но человекообразные обезьяны первые, они были довольно крупного размера, они не могли уже так лихо скакать по веткам, а хвост нужен, чтобы балансировать при прыжке, чтобы не улететь куда попало, а чтобы направление это держать. У нас хвост остался в виде копчика, ну, как правило, четырех маленьких позвонков, которые совсем небольшие, в принципе, как бы от них пользы уже никакой нет, но, тем не менее, хвост у нас таки есть. Хотя бы четыре позвонка вот такого размера, но, тем не менее, есть. То есть нельзя сказать, что у человека совсем как бы исчез хвост. И если сломать копчик, то сразу становится ясно, что он таки нужен. Ну, я надеюсь, что никто из здесь присутствующих копчик не ломал, но по описаниям я тоже не ломал, как бы уже ни сесть, ни встать, ни лечь, и сразу становится очевидно, что хвост нам таки нужен. Но, тем не менее, большей частью он исчез. Спустя еще много миллионов лет, около двух миллионов лет назад, появляются уже, наконец, люди. Я пропустил здесь много-много всяких перипетий эволюционных, которые происходили, прямохождения, в частности, но разумность — это важнее. Около двух миллионов лет назад существенным образом поменялся климат, и в Африке произошло очередное осушение климата и вымирание многих животных. Исчезли крупные копытные, многочисленные, ну, не все, но многие. Вслед за ними исчезли крупные хищники, типа соблезубых тигров и гигантских гиен, которые до этого момента там были. И их место заняли предки современных — шакалов, гиен, львов, леопардов, которые появляются как раз около двух миллионов лет назад. И в том числе предков человека, которые до этого момента были растительноядные, а здесь стали всеядные, стали больше есть мясо. Когда, если есть мясо, можно получать намного больше калорий, то есть больше энергии, чем если есть растительную пищу. Надо меньше жевать и надо меньше времени тратить. Но мясо добыть сложнее, потому что мясо не хочешь, чтобы его съели, ну, пока оно еще как бы не совсем мясо, да? Ну, вот. И к тому же есть куча конкурентов. То есть, ну, на траву, в принципе, желающих, конечно, много, но как бы за нее биться не надо. А если это лежит какой-нибудь жирав, да, тут же сбегается много всего, зверя, там, грифы, шакалы, гиены, там, кто угодно, которые хотят это съесть. То есть надо как-то с этим конкурировать с ними, бороться. То есть получается, что у нас есть необходимость увеличения мозга, чтобы это мясо добывать. И есть возможность, потому что у нас жевательный аппарат можно уменьшить, мясо жевать проще, чем растение, и энергии мы получаем больше. То есть жевательный аппарат уменьшается, челюсти становится меньше, и мы на ископаемых находках это видим. Ну, тут я не стал эти черепа вставлять, но они есть, ископаемые. Зубы становятся меньше, а плотность кости в два раза больше, чем плотность мозга. То есть мы на один кубический сантиметр кости уменьшаем, и на два кубических сантиметра мозга можем увеличить мозг, а масса головы остается прежней. То есть есть возможность, есть необходимость, мозг начинает расти. И от двух миллионов лет назад до современности начинается эволюционный рывок, по сути дела, мозг становится все больше, 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 а это дает массу всяких возможностей. В том числе появляются орудия труда. Ну и первое орудие труда два с половиной миллиона лет назад известно. И дальше становится все сложнее и сложнее. То есть развивается интеллект, появляется человек, ну и хочется верить, на этом эволюция наша не закончилась. Книга, можно сказать, эволюция не завершена, и много страниц впереди. Но вот будет ли это будущее, зависит, собственно, от нас. От того, как мы будем использовать планету, как мы будем себя вести, и что будет с нашим телом дальше, ну, будущее покажет. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.